У тебя нет возможности отдавать что бы то ни было на волю случая. Ты реально влияешь на результаты событий силы своего сознания и своего несгибаемого намерения. Человеческая форма представляет собой существующий во Вселенной и связанный исключительно с человеческими существами конгломерат энергетических полей. За время жизни человека эти энергетические поля искажаются и контролируются привычками и неверным использованием. Воин знает, что измениться он не может, но хотя это ему прекрасно известно, он все же пытается изменить себя. Воин не испытывает разочарования, когда пытаясь измениться, терпит неудачу. Чтобы вспугнуть человеческую форму и стряхнуть ее, воины должны быть безупречны в своем стремлении измениться. После долгих лет безупречности наступит такой момент, когда человеческая форма уже не может выдержать. И уходит. Придет такой миг, когда энергетические поля, искажавшиеся в течение жизни, под влиянием привычек распрямляются. Несомненно, при таком распрямлении энергетических полей, воин испытывает сильное потрясение и может даже погибнуть. Однако безупречный воин непременно выживет. Единственная свобода для воина состоит в том, что он должен быть безупречным. Безупречность является не только свободой, но и единственным способом вспугнуть человеческую форму. Любой привычке для функционирования необходимы все ее составные части. Если некоторые части отсутствуют, привычка разрушается. Привычка нуждается во всех своих составных частях, чтобы оставаться живой. Битва происходит именно здесь, на этой земле. Мы – человеческие существа. Кто знает, что ожидает нас и какого рода силу мы можем иметь? Мир людей поднимается и опускается. И люди поднимаются и опускаются вместе со своим миром. Войнам незачем следовать за подъемами и спусками их ближних. Ядром нашего существа является акт восприятия. А магической тайной нашего бытия – акт осознания. Восприятие и осознание являются обособленной, нерасчленимой функциональной единицей. Мы делаем выбор только один раз. Мы выбираем – быть воином или быть обычным человеком. Другого выбора просто не существует. Не на этой земле. Путь воина приводит тебя в новую жизнь. И эта новая жизнь должна быть полностью новой. Воин не может вносить в эту новую жизнь свои уродливые старые пути. Особое значение – воины всегда придают первому событию из любой серии событий, так как оно является подлинным знаком. Воины рассматривают такое событие, как программу или карту того, что должно произойти впоследствии. Каждый имеет достаточной личной силы для чего угодно. В случае воина фокус состоит в том, чтобы отвернуть свою личную силу от своих слабостей и направить ее к своей цели – цели воина. Все могут видеть, хотя обычные люди выбирают не помнить, что они видят. Без печали и тоски полнота недостижима. Без печали и тоски не может быть завершенность, ибо без них не может быть ни доброты, ни уравновешенность. А мудрость без доброты и знания без уравновешенности бесполезны. Чувство собственной важности – главнейший и самый могущественный из врагов человека. Человека уязвляют и обижают действия, либо посягательства со стороны ближних, и это делает его слабым. Чувство собственной важности заставляет человека всю его жизнь чувствовать себя кем-то или чем-то оскорбленным. Тот, кто встал на путь знания, должен обладать огромным воображением. На пути знания ничего не бывает таким ясным, как нам бы того хотелось. И если видящий способен добиться своего, имея дело с мелким тираном, то он может без вреда для себя встретиться с неизвестным. И если видящий победил мелкого тирана, то у него есть шанс выстоять в столкновении с непознаваемым. Ничто так не закаляет дух война, как необходимость иметь дело с невыносимыми людьми, обладающими реальной властью и силой. Мелкий тиран – это совершенный вызов. Только победив мелкого тирана, воин обретает уравновешенность и ясность, без которых невозможно выдержать натиск непознаваемого. Неизвестное – это то, что скрыто от человека, неким подобием завесы, изымеющей ужасающую фактуру ткани бытия. Однако неизвестное находится в пределах досягаемости. В определенный момент времени неизвестное становится известным. Непознаваемое же – нечто, не поддающееся ни осмыслению, ни осознанию. Непознаваемое никогда не перейдет в разряд известного, но тем не менее оно всегда где-то рядом. Непознаваемое захватывает и восхищает своим великолепием. Грандиозность и безграничность непознаваемого повергают в смертельный ужас. Мы воспринимаем. Это точно установленный факт. Но то, что именно мы воспринимаем, не относится к числу фактов, столь же однозначно установленных. Ибо мы обучаемся тому, что и как воспринимать. Глубочайший изъян незакаленных воинов заключается в том, что они стремятся забыть о чудесности того, что они видят. Незакаленных воинов потрясает сам факт того, что они видят, и они начинают верить, что все дело в их собственной гениальность. Чтобы одолеть почти непобедимую вялость человеческого состояния, закаленный воин должен быть безукоризненным. То, что воины делают с тем, что видят, намного важнее самого видения. Страх – одна из величайших сил в жизни воинов, потому что он заставляет их учиться. Все живые существа стремятся к смерти. Это истина, в которой воин не может не отдавать себе отчета. Осознание же останавливает смерть. Неизвестное неизменно присутствует здесь и сейчас, однако оно находится за пределами возможностей нашего нормального осознания. Для обычного человека неизвестное является как бы ненужной лишней частью его сознания. Таковым неизвестное становится потому, что обычный человек не обладает достаточным количеством свободной энергии. Величайшим недостатком человеческих существ является невозможность отрешиться от рассудочной инвентаризации. Но разум не способен рассматривать человека как энергию. Разум имеет дело с инструментами, создающими энергию. Разум никогда всерьез не задумывается над тем, что мы нечто больше, чем инструменты. Мы организмы, производящие энергию. Мы пузыри энергии. Воины, целенаправленно достигшие состояния абсолютного осознания, зрелища в высшей степени достойное созерцание. Войны, достигшие состояния абсолютного осознания, сгорают в огне, возникающем изнутри. Да, изнутри приходит огонь и поглощает их. И тогда войны, достигшие полного осознания, сливаются с большими эманациями орла и скрываются в вечности. Стоит достичь внутреннего безмолвия, и все становится возможным. Внутренний диалог останавливается за счет того же, за счет чего начинается, за счет действия воли. Ведь начать внутренний диалог с самими собой мы вынуждены под давлением тех, кто нас учит. Когда они учат нас, они задействуют свою волю без сомнений и колебаний. Мы задействуем свою волю в процессе обучения. Обучаясь говорить с самими собой, мы обучаемся управлять волей. Это наша воля разговаривать с самими собой. И чтобы прекратить внутренние разговоры, нам следует воспользоваться тем же самым способом приложить к этому свою волю без сомнений и колебаний. Безупречность начинается с какого-нибудь простого действия, которое должно быть целенаправленным, точным и осуществленным с непреклонностью. Повторяя такое действие достаточно долго, человек обретает несгибаемое намерение. А несгибаемое намерение может быть приложено к чему угодно. и как только несгибаемое намерение достигнуто, путь свободен. Каждый шаг повлечет за собой следующий и так будет до тех пор, пока весь потенциал воина не будет полностью реализован. Люди, как правило, не отдают себе отчета в том, что они в любой момент могут выбросить из своей жизни все, что угодно, в любое время, мгновенно. Во всем, что мы делаем, по-настоящему необходимо лишь одно – дух. Человек должен беспокоиться лишь о духе, который убывает. Ты не нуждаешься в личной истории. В один прекрасный день воин обнаруживает, что в истории просто нет никакой нужды. Ты просто избавляешься от личной истории. Когда отсутствует какая бы то ни была определенность, мы все время алертны. Мы постоянно готовы к прыжку. И если ты что-то решил, ты идешь до конца. Но при этом ты непременно принимаешь на себя ответственность за то, что делаешь. Что именно ты делаешь значения не имеет, но ты должен действовать без сомнений и сожалений. В мире, где за каждым углом находится смерть, нет времени на сожаления и сомнения. Время есть лишь на то, чтобы принимать решения. И не важно, в чем будут заключаться эти решения. Ничто не является более или менее серьезным и важным, чем что-то другое. В мире, где смерть это охотник, нет больших или малых решений. ты должен учиться быть доступным и недоступным на поворотах пути. Для тебя бессмысленно, непреднамеренно оказываться доступным в любое время. Для тебя быть недоступным значит прикасаться к окружающему тебя миру бережно. Съесть не пять перепелов, а одного. Не калечить растения лишь для того, чтобы сделать жаровню. Не подставляться без необходимости силе ветра. ни в коем случае не истощать себя и других. Не пользоваться людьми, не выжимать из них все до последней капли, особенно из тех, кого любишь. Беспокойство не 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 человекодоступным, он неизбежно раскрывается. Беспокоиться это значит становиться доступным, неосознанно доступным. Ты недоступен, потому что не выжимаешь из своего мира все до последней капли. Ты остаешься в мире ровно столько, сколько необходимо. и затем ты быстро уходишь, не оставляя никаких следов. Для тебя мир странен, потому что он огромен, устрашающий. Ты должен с полной ответственностью отнестись к своему пребыванию здесь, в этом чудесном мире, в это чудесное время. Ты должен научиться отдавать себе отчет в каждом действии, сделать каждое действие осознанным. Ведь мы пришли сюда ненадолго, и времени прикоснуться ко всем чудесам этого странного мира слишком мало. поступки обладают силой в действии, полном осознании того, что оно может стать последней битвой на земле, и есть особое всепоглощающее счастье. Ты должен сосредоточить внимание на связующем звене между тобой и твоей смертью. Ты должен отбросить сожаление, печаль и тревогу. Ты должен сосредоточить внимание на том факте, что у тебя нет времени. Каждое из твоих действий становится твоей последней битвой на этой земле. Только в этом случае каждый твой поступок будет обладать силой, а иначе все, что человек делает в своей жизни, так и останется действиями глупца. Смерть ожидает нас, и то, что мы делаем в этот самый миг, вполне может стать нашей последней битвой на земле. Ты тщательно взвешиваешь каждый свой поступок. Только дурак может не заметить, насколько воин превосходит своих ближних, обычных людей. И вполне естественно, что последний поступок должен быть лучшим. Воин это безупречный охотник, который охотится на силу. Ставками воина является безупречная и избавленная от излишеств жизни. Укрепление духа единственное ради чего стоит жить. Не действовать ради укрепления духа значит стремиться к смерти. Воин прежде всего охотник. Я учитываю все. ты никогда не уподобляешься листу отданному на волю ветра. Никто не может сбить тебя с пути. Твое намерение непоколебимо. Твои суждения окончательны. Ты настроен на выживание и ты выживаешь, выбирая наиболее оптимальный образ действия. То, что определяет наш путь, называется личной силой. Личность человека это суммарный объем его личной силы. Только суммарным объемом личной силы определяется то, как он живет и как умрет. Личная сила это чувство. Воин это охотник за силой. На силу необходимо охотиться и накапливать ее в течение целой жизни борьбы. Ты действуешь безупречно. Ты не испытываешь угрызений совести за что-либо содеянное. Мы либо делаем себя жалкими, либо делаем себя сильными. Искусство война состоит в сохранении равновесия между ужасом быть человеком и чудом быть человеком. Уверенность в себе война и самоуверенность обычного человека это разные вещи. Обычный человек ищет признание в глазах окружающих, называя это уверенностью в себе. Ты ищешь безупречности в собственных глазах и называешь это смирением. Ты рассчитываешь только на себя. Смирение война это безупречность в поступках и чувствах. Обычный человек цепляется за себе подобного человека. Воин цепляется за бесконечность. Единственно возможный для война курс действовать неуклонно, не оставляя места для отступления. Старые привычки и повседневная рутина могут препятствовать войну на его пути. Именно внутренний диалог прижимает к земле людей в повседневной жизни. Вход в мир шаманов открывается лишь после того, как воин научится останавливать свой внутренний диалог. Ключом к шаманизму является изменение нашей идеи мира. Остановка внутреннего диалога единственный путь к этому. Все, что мы бы не сделали, за исключением остановки внутреннего диалога, не сможет изменить мир и нас. Ты ни перед кем не опускаешь голову, но в то же время ты никому не позволяешь опускать голову перед тобой. Ты предпочитаешь действовать, а не говорить. В результате своих действий ты получаешь новое описание мира. Воин заранее считает себя мертвым, поэтому ему уже нечего терять. Самое худшее, что могло случиться с войном, уже случилось, поэтому он ясен и спокоен. Знание это наиболее пугающая вещь, особенно для воина. Но если воин однажды принимает пугающую природу знание, то он отбрасывает саму возможность ужасаться. Знание для воина является чем-то таким, что приходит сразу и поглощает его и проходит. Знание приходит летя, как крупица золотой пыли, той самой пыльцы, которая покрывает крылья бабочек. Для воина знание похоже на ливень, на пребывание под дождем из крупиц темно-золотой пыли. Всегда, когда прекращается внутренний диалог, мир разрушается и на поверхность выходят незнакомые грани нас самих. Мир неизмерим, как и мы, как и каждое существо, которое есть в этом мире. Войны выигрывают свои битвы не потому, что они бьются головами о стены, а потому, что берут их. Войны прыгают через стены, они не разрушают их. Войны Жизнь это маленькая прогулка, которую мы предпринимаем сейчас. Жизнь сама по себе достаточно, сама себя объясняет и заполняет. Обычный человек считает, что индульгировать в сомнениях и колебаниях это признак чувствительности и духовности. Правда состоит в том, что обычный человек очень далек от того, чтобы быть чувствительным. Обычный человек обманывает себя ненамеренно, но его маленький разум превращает себя в чудовище или святого. На самом деле обычный человек слишком мал для той формы, которую занимает чудовище или святой. быть воином это не значит просто желать быть им. Жизнь воина это бесконечная битва, которая будет длиться до последнего момента. Никто не рождается воином, точно так же, как никто не рождается обычным человеком. мы сами себя делаем тем или другим. Воин умирает трудным способом, его смерть должна бороться с ним. Войн не отдается смерти так просто. Люди это круглые светящиеся существа, не объекты, а чистое осознание, не имеющее ни плотности, ни границ. Представление о плотном мире лишь облегчает наше путешествие на земле. Это описание, созданное нами для удобства, но не более. Наш разум заставляет нас забыть, что описание это только описание. Воспринимаемый людьми мир является иллюзией. Иллюзией, созданной описанием, которые внушили с момента, когда они появились на свет. Мы, светящиеся существа, рождаемся с двумя кольцами силы. Для создания мира используется только одно из них. Это кольцо, которое замыкается на нас в первые годы жизни. есть разум и его компаньон речи. Секрет светящихся существ состоит в том, что у них есть то, что почти никогда не используется – воля. Уловка шаманов – это та же уловка обычного человека. У обоих есть описание мира. Обычный человек поддерживает свое описание при помощи разума, а шаман при помощи воли. Описание шамана гласит, что воля более всеобъемлюща, чем разум. Воин позволяет воспринимать и поддерживать в себе оба описания мира, разума и воли. Это единственный способ накопить энергию. только воин может выстоять на пути знания. Ты ни на что не жалуешься и ни о чем не сожалеешь. Жизнь воина бесконечный вызов, а вызовы не могут быть плохими или хорошими. Вызовы – это просто вызовы. Ты воспринимаешь все как вызов. Тогда как обычный человек принимает все как благословение или проклятие. Ты должен быть текучим и изменяться в гармонии с окружающим миром, будь это мир разума или мир воли. Реальная опасность для воина возникает тогда, когда выясняется, что мир это не то и не другое. Секрет воина в том, что он верит не веря. Ты должен верить. Смерть – это необходимая добавка к «должен верить». Без осознания смерти все становится обычным и незначительным. Мир потому и является неизмеримой загадкой, что смерть постоянно выслеживает нас. Без осознания присутствие нашей смерти нет ни силы, ни тайны. Долг верить, что мир таинственен и непостижим. Это выражение самого глубокого предрасположения воина. Сила всегда открывает воину кубический сантиметр шанса. Искусство воина состоит в том, чтобы быть непрерывно текучим, иначе он не успеет ухватиться за этот шанс. Обычный человек привык осознавать только то, что считает важным для себя. Ты же должен осознавать все и всегда. Целостность самого себя очень таинственное дело. Нам нужна лишь ее малая часть для выполнения сложнейших жизненных задач. Но когда мы умираем, мы умираем целостными. И если мы умираем с целостностью самих себя, то почему бы тогда не жить с ней? Для тебя главнейшим правилом в жизни является тщательно выполнять свои решения. Ничто случившееся в результате твоих действий не может удивить тебя или истощить. Когда ты принимаешь решение, ты должен быть готов к смерти. И если ты готов умереть, то не будет никаких ловушек и неприятных сюрпризов и никаких ненужных поступков. Все должно мягко укладываться на свое место, потому что ты не ожидаешь ничего. Ты должен действовать, не ожидая наград, действовать только ради самого действия. Войн признает свою боль, но не индульгирует в ней. Настроение воина, который входит в неизвестность, это не печаль. Радость воина исходит из его признания своей судьбы и его правдивой оценки того, что лежит перед ним. Искусство сновидения – это способность владеть своим обычным сном, переводить его в контролируемое состояние сознания, при помощи особой формы внимания. Эта особая форма внимания называется вниманием сновидения или вторым вниманием. Искусство сталкинга – это совокупность приемов и установок, позволяющих находить наилучший выход из любой мыслимой ситуации. Войнам рекомендуется не иметь никаких материальных вещей, на которых концентрировалась бы их сила. Ты должен фокусироваться на духе, на действительном полете в неведомое, а не на тривиальных вещах. Каждый, кто хочет следовать пути воина, должен освободиться от страсти владеть и цепляться за вещи. Видение является знанием на уровне тела. Ведущая роль зрения воздействует на знание тела и создает иллюзию, что оно связано с глазами. Потеря человеческой формы подобна спирали. Она дает воину свободу помнить себя, как конгломерат энергетических полей. Войн знает, что он ждет, и он знает, чего он ждет, и пока он ждет, он насыщает свои глаза миром. Для воина окончательное выполнение его задачи является наслаждением, радостью бесконечности. Ход жизни воина не изменен. Вызов воину в том, насколько он далеко уйдет, по узкой дороге, насколько безупречным он будет в пределах этих нерушимых границ. Действия людей не влияют на воина, потому что у него больше нет никаких ожиданий. Странный покой становится руководящей силой жизни воина. Ты воспринял одну из концепций жизни — отрешенность. Сама по себе отрешенность еще не означает мудрость. Тем не менее, отрешенность является преимуществом, позволяя тебе мгновенно переоценивать ситуацию и пересматривать свою позицию. Я уже отдан силе, что правит моей судьбой. Я ни за что не держусь, поэтому мне нечего защищать. У меня нет мыслей, поэтому я увижу. Я ничего не боюсь, поэтому я буду помнить себя. Отрешенный с легкой душой я проскочу мимо орла, чтобы стать свободным. Намного легче двигаться в условиях максимального стресса, чем быть безупречным в обычных обстоятельствах. Человеческие существа разделены надвое на правую сторону и левую. правая сторона, которую называют тоннель, схватывает все, что может воспринимать интеллект. Левая сторона нагволь, царство, черты которого неописуемы, мир, который невозможно заключить в слова. Левая часть до какой-то степени воспринимается всем нашим телом, отсюда его сопротивление концептуализации. Все способности, возможности и достижения шаманизма от самых простых до самых немыслимых заключены в самом человеческом теле. Сила, правящая судьбой всех живых существ, называется орлом. Для видящего она выглядит как неизмеримый и синий черный орел, стоящий прямо, как стоят орлы, высотой уходя в бесконечность. Орел пожирает осознание всех существ, мгновения назад живших на земле, а сейчас мертвых. Они летят клюву орла, как бесконечный поток мотыльков, летящий на огонь, чтобы встретить своего хозяина и причину того, что они жили. Орел разрывает эти маленькие осколки пламени, раскладывая их как с корняк шкурки, а затем съедает, потому что осознание является пищей орла. Орел сила, правящая судьбой живых существ, видит всех этих существ сразу и совершенно одинаково, поэтому у человека нет никакого способа разжалобить орла, просить у него милости или надеяться на снисхождение. Человеческая часть орла слишком мала и незначительна, чтобы затронуть целое. Хотя орла и не волнуют обстоятельства жизни любого живого существа, каждому из них он сделал дар. Каждый из живых существ, если пожелает, имеет власть сохранить силу осознания, силу не повиноваться зоу смерти и тому, чтобы быть пожранным. Каждому живому существу была дарована сила, если оно того пожелает, искать проход к свободе и пройти через него. Для того видящего, который видит этот проход и для тех существ, которые они прошли насквозь. Совершенно очевидно, что орел дал этот дар для того, чтобы увековечить осознание. Проскочить к свободе не означает вечной жизни в том смысле, как мы обычно понимаем вечность, как непрерывная бесконечная жизнь. Просто воин сохраняет осознание, обычно распадающееся в момент умирания. В момент смерти воина его тело во всей его полноте озаряется знанием. Каждая клетка мгновенно осознает себя и целостность всего тела. Дар орла свободы это не награда, не подарок, это шанс иметь шанс. Ты никогда не бываешь осажденным. Находиться в осаде означает, что имеешь какую-то личную собственность, которую могут подвергнуть осаде. У тебя же ничего в мире нет, кроме твоей безупречности, а безупречности ничто угрожать не может. Однако в битве за собственную жизнь ты должен стратегически использовать все доступные средства. Первым принципом искусства сталкинга является то, что ты сам выбираешь место для битвы. Ты никогда не вступаешь в битву, не зная окружающей обстановки. Отбрасывать все лишнее – второй принцип искусства сталкинга. Ты ничего не усложняешь, ты нацелил на то, чтобы быть простым. Все имеющееся в твоем распоряжении сосредоточенность ты применяешь к решению вопроса о том, вступать или не вступать в битву. Каждая битва является для тебя сражением за свою жизнь. Это третий принцип искусства сталкинга. Ты должен быть готовым и испытывать желание провести свою последнюю схватку здесь и сейчас. Однако ты не делаешь это беспорядочно. Ты расслабляешься, отходишь от самого себя, ничего не боишься. Только тогда силы, которые ведут человеческие существа, откроют тебе дорогу и помогут тебе. Когда ты отходишь от самого себя, ничего не боишься, это и есть четвертый принцип искусства сталкинга. Встречаясь неожиданным и непонятным и не зная, что с этим делать, ты на какое-то время отступаешь, позволяя своим мыслям бродить бесцельно. Отступая, ты занимаешься чем-то другим. Тут годится все, что угодно. это пятый принцип искусства сталкинга. Шестой принцип искусства сталкинга. Ты сжимаешь время, даже мгновения идут в счет. В битве за собственную жизнь секунда это вечность, которая может решить исход сражения. Ты нацелен на успех, поэтому ты экономишь время, не теряя ни мгновения. Ты никогда не выдвигаешь себя на первое место. Ты всегда выглядываешь из-за сцены. Ты обучаешься никогда не принимать самого себя всерьез. Уметь смеяться над собой. Если ты не боишься выглядеть дураком, ты можешь одурачить кого угодно. Ты приобретаешь бесконечное терпение. Ты никогда не спешишь и никогда не волнуешься. Ты бесконечно расширяешь свои способности к импровизации. Ты обращен лицом ко времени наступающему. Обычные люди смотрят на время уходящее от нас. Только воины могут менять направление и поворачиваться лицом к надвигающемуся на нас времени. У воинов только одна цель их свобода. Умереть и быть съеденным орлом это не вызов. С другой стороны проскочить мимо орла и стать свободным исключительная доблесть. Когда воины говорят о времени они не имеют ввиду что-то такое что измеряется движением часовой стрелки. Время является сущностью внимания. Войн не может больше плакать. Единственным выражением боли воина является дрожь. Дрожь переходящая откуда-то из самых глубин вселенной. Как если бы одна из эманаций орла была болью. Когда она достигает воина дрожь воина бесконечна. воин знает что он только человек. Единственное сожаление воина заключается в том что жизнь коротка и он не успеет прикоснуться ко всему что ему нравится. Но и это для воина не проблема это просто сожаление. Чувство собственной важности делает человека безнадежным тяжелым неуклюжим пустым. Быть воином означает быть легким и текучим. Когда видишь поля энергии человеческие существа выглядят как световые волокна. Волокна похожие на белую паутину очень тонкие они тянутся от головы к пупку и человек похож на яйцо из текучих волокон. Руки и ноги подобны светящимся протуберанцам вырывающимся в разные стороны. Из середины живота исходит пучок длинных волокон, соединяющих человека со всем миром. Благодаря этим волокнам человек сохраняет равновесие. Они передают ему устойчивость. Когда воин научится видеть, он видит, что человек это светящееся яйцо, яйцо энергии, будь он нищий или король, а что можно изменить в светящемся яйце? Что? Тебя никогда не беспокоит твой страх. Вместо страха ты думаешь о чудесах видения полей энергии. Все остальное пустяки, пустые украшения. Только дырявый горшок может пытаться стать человеком знания по своей воле. Трезвомыслищего человека нужно затягивать на путь хитростью. С точки зрения видящего человек выглядит как светящееся яйцо. Шаманы древней Мексики называли союзниками те необъяснимые силы, которые действовали под их руководством. Союзники представляют собой лишенные телесной оболочки существа, населяющие вселенную. Современные шаманы называют их неорганическими существами. Быть воином это самый эффективный способ жить. Ты сомневаешься и размышляешь до того, как принять решение, но когда решение принято, ты действуешь, не отвлекаясь на сомнения, опасения и колебания. Впереди еще миллионы решений, каждый из которых ждет своего часа. Когда тебя начинают одолевать сомнений и страхи, ты думаешь о своей смерти. Мысли о смерти единственное, что способно закалить наш дух. Смерть находится везде. Она может перенять вид зажженных фар автомобиля. смерть может оставаться видимой некоторое время, а потом исчезнуть в темноте. Смерть неуклонно преследует нас и с каждой секундой она все ближе и ближе. Смерть никогда не останавливается, просто она иногда гасит огни на своей голове. Но это ничего не меняет. Ты должен прежде всего знать, что твои действия бесполезны, но ты должен выполнять их, как если бы не знал об этом. Это то, что шаманы называют контролируемой глупостью. Глаза человека способны видеть энергетические потоки вселенной. Тренировать глаза только для зрения постыдная и бессмысленная потеря. у воина нет ни чести, ни достоинства, ни семьи, ни родины. У воина есть только жизнь, которую нужно прожить. В таких условиях контролируемая глупость единственное, что может связать его с ближними. ничего не имеет особого значения, поэтому ты выбираешь какой-то поступок и совершаешь его. Перекращая действовать, ты возвращаешься в состояние покоя и равновесия. хорошим было твое действие или плохим? Удалось ли его завершить? До этого тебе нет никакого дела. Ты можешь вообще не совершать никаких поступков. Эта пассивность тоже контролируемая глупость. В твоей жизни не может быть пустоты. Твоя жизнь заполнена до краев. Все заполнено до краев и все равнозначно. Для тебя нет ни побед, ни поражений, ни пустоты. Все заполнено до краев и все равно. И твоя борьба стоит твоих усилий. обычный человек слишком озабочен тем, чтобы любить людей и тем, чтобы его любили. Ты любишь и все. Ты любишь всех, кто тебе нравится и все, что тебе по душе. Ты используешь свою контролируемую глупость, чтобы не беспокоиться об этом. Ты принимаешь ответственность за все действия, даже за самые пустяковые. Обычный человек занят своими мыслями и никогда не принимает ответственность за то, что он делает. Видение рассеивает иллюзию победы, поражения или страдания. Ты знаешь о своем ожидании и знаешь, чего ты ждешь. Когда ты ждешь, у тебя нет желаний. И поэтому, какую бы малость ты не получил, это всегда больше, чем ты можешь взять. Быть голодным или страдать от боли, означает, что человек не воин и сила голода или боли может разрушить его. Самоограничение – самый худший и самый злостный вид индульгирования. То, что воин называет волей, есть сила внутри нас самих. Воля – это не мысль, не предмет, не желание. Воля – это то, что заставляет тебя побеждать, когда твой рассудок говорит тебе, что ты повержен. Воля – это то, что позволяет пройти сквозь стену, сквозь пространство в бесконечность. Когда человек выбирает идти по пути воина, он в полной мере осознает, что обычная жизнь навсегда оставлена позади. Средства обычного мира больше не являются счетами. И ты должен выбирать новый способ жизни, если хочешь выжить. смерть является главным фактором, превращающим знание в реальную силу. Прикосновением смерти завершается все, и все, чего она коснулась, становится силой. Только принятие идеи смерти может дать войну отрешенность. войн знает, что смерть идет за ним по пятам и не даст ему времени зацепиться. Поэтому воин пробует все, ни к чему не привязываясь. Мы люди, и наша судьба, наше предназначение учиться ради открытия новых миров. смерть это вращение. Она здесь, хотя ее нет здесь вообще. Единственная привязанность война битва и каждая битва, которую он ведет, его последняя битва на этой земле. В этой последней битве ты позволяешь своему духу течь свободно и ясно. Когда ты ведешь эту битву, ты знаешь, что твоя воля безупречна. Мы создаем наш мир своим внутренним диалогом. Когда мы прекращаем свой внутренний диалог, мир становится таким, каким он должен быть. Воин осознает это и стремится прекратить свой внутренний диалог. Мир необъясним и непостижим. Мы никогда не сможем понять его. Мы никогда не разгадаем его тайну. Поэтому мы должны принять мир таким, какой он есть, чудесной загадкой. Вещи, которые делают люди, ни при каких условиях не могут быть более важными, чем мир. Таким образом, воин относится к миру как бесконечной тайне, а к тому, что делают люди, как бесконечной глупости. Нельзя сказать, что с течением времени воин обучается шаманизму. Скорее, с течением времени он учится сохранять энергию. Эта энергия дает тебе возможность использовать энергетические поля, которые не участвуют в восприятии известного нам повседневного мира. Шаманизм это состояние осознанности, умение использовать те энергетические поля, которые не вовлечены в восприятие знакомого нам мира повседневной жизни. Во Вселенной существует неизмеримая неописуемая сила, которую шаманы называют намерением. Абсолютно все, что существует во Вселенной, соединено с намерением, связующим звеном. Воины пытаются понять и использовать связующее звено. Особенно ты заботишься об очищении связующего звена от парализующего влияния каждодневных забот обычной жизни. Шаманизм на этом уровне может быть определен как процесс очистки нашего связующего звена с намерением. Шаманы имеют жизненно важную связь со своим прошлым, но не с их личным прошлым. Для шаманов их личное прошлое заключается в делах, которые совершили другие шаманы. Обычный человек тоже занят анализом прошлого, но он делает это из личных соображений. Шаманы обращаются к своему прошлому, чтобы установить точку отсчета, что для них означает очистить свое связующее звено с намерением. Обычный человек тоже исследует прошлое, но он соизмеряет себя с прошлым, своим личным прошлым или прошлыми знаниями своего времени. Делает обычный человек это для того, чтобы найти оправдание своему поведению в настоящем или будущем. Дух проявляет себя тебе на каждом повороте, но это еще не вся истина. Дух открывает себя с одинаковой интенсивностью и постоянством любому человеку, но на взаимодействие с ним настроены только войны. Войны говорят о шаманизме как о волшебной таинственной птице, которая на мгновение останавливает свой полет, чтобы дать человеку надежду и цель. Войны живут под крылом этой птицы, которую они называют птицей мудрости, птицей свободы. Войны знают, полет птицы свободы это всегда прямая линия, у нее нет возможности сделать круг, нет возможности поворачивать назад и возвращаться. птица свободы может сделать только две вещи взять воина с собой или оставить его позади. Для воина дух есть абстрактное просто потому, что он знает его без слов или даже мыслей. Дух есть абстрактное, потому что воин не может себе даже представить что такое дух. Тем не менее, не имея ни малейшего шанса или желания понять дух, воин оперирует им. Воин узнает дух, подзывает его, знакомится с ним и выражает его своими действиями. У обычного человека связующее звено с намерением практически мертво. Войны начинают с такого звена, которое является совершенно бесполезным из-за своей неспособности действовать самостоятельно. Для того, чтобы оживить это звено, тебе необходима непоколебимая, неистовая целеустремленность, особое состояние ума, называемое несгибаемым намерением. Хотя действия воинов и переследуют скрытую цель, но она не имеет ничего общего с личной выгодой. Обычный человек действует только тогда, когда есть возможность извлечь для себя какую-то пользу. Воины говорят, что они действуют не ради выгоды, но ради духа. Древние видящие благодаря своему видению первыми заметили, что любое необычное поведение вызывает колебания точки сборки. Вскоре древние видящие обнаружили, что если систематически практиковать такое поведение, то в конечном счете это заставляет точку сборки сдвигаться. Безмолвное знание это не что иное, как прямой контакт с намерением. Шаманизм это путешествие с целью возвращения. Воин, одержав победу, возвращается к духу, спускаясь при этом в ад и из ада воин приносит трофеи. Одним из таких трофеев является понимание. Воины, будучи сталкерами, в совершенстве понимают человеческое поведение. Воины понимают, например, что человеческие существа являются плодом инвентарного списка. Знание того или иного особого инвентарного списка делает человека или подмастерьем, или экспертом в своей области. Если инвентарный список среднего человека начинает разрушаться, такой человек расширяет его, или же его собственный мир саморефлексии рушится. Обычно человек стремится включить в свой инвентарный список новые темы, если они не противоречат основополагающему порядку этой описи. Однако если темы противоречат друг другу, разум человека рушится. Инвентарный список это разум, и воины учитывают это, когда пытаются разбить зеркало саморефлексии. воины никогда не смогут построить мост для соединения с людьми мира. Но если люди захотят сделать это, именно им придется выстроить такой мост, который связал бы их с войнами. Чтобы таинства шаманизма стали доступными какому-либо человеку, на такого заинтересованного человека должен обрушиться дух. С самим своим присутствием дух перемещает точку сборки человека в определенное положение. Именно это положение известно шаманам как место без жалости. Не существует реальной процедуры, чтобы ставить точку сборки переместиться вместо без жалости. Дух касается человека и его точка сборки сдвигается. Это единственная возможность. Все, что мы должны сделать, чтобы позволить магии овладеть нами, это изгнать из нашего ума сомнения. Как только сомнения изгнаны, становится возможным все, что угодно. Человеческие возможности настолько безграничны и таинственны, что воины, вместо того, чтобы размышлять об этом, предпочитают использовать их. Все, что делают воины, является следствием движения их точки сборки. И такие сдвиги зависят лишь от количества энергии, имеющегося в их распоряжении. Любой сдвиг точки сборки означает отход от чрезмерной озабоченности своей индивидуальностью. Шаманы полагают, что именно позиция точки сборки является причиной убийственной эгоистичности современного человека. Главной задачей на твоем пути является уничтожение чувства собственной важности. Все, что делают воины, направлено на достижение этой цели. Шаманы разоблачили чувство собственной важности и установили, что оно есть жалость к себе, маскирующаяся под нечто иное. В мире повседневной жизни человек может очень легко изменить свое слово или решение. Единственная неотменяемая вещь в обычном мире это смерть. с другой стороны, в мире шаманов можно отменить обычную смерть, но не слово воинов. В мире шаманов нельзя изменить или пересмотреть решения. Однажды принятые, они остаются в силе навсегда. Одной из самых драматических черт человеческой природы является ужасающая связь между глупостью и саморефлексией. Именно глупость заставляет обычного человека отвергать все, что не согласуется с его рефлексивными ожиданиями. Непоколебимое стремление рационального человека твердо придерживаться образа себя это способ надежно застраховать свое дремучее невежество. Глупость обычного человека наиболее опасна. Он дрожит при мысли о необходимости свободы, а ведь она рядом, она в кончиках его пальцев. Все трудности для человека состоят в том, что он интуитивно осознает свои скрытые ресурсы, но не отваживается воспользоваться ими. Войны говорят, что человек находится в положении среднем между глупостью и невежеством. Дух прислушивается только тогда, когда тот, кто к нему обращается, говорит жестами. Эти жесты не означают знаки или телодвижения. Это действие истинной непринужденности, действие величественности и юмора. В качестве жестов духа маги проявляют все лучшее в себе и молча предлагают это абстрактному. Сила зависит лишь от того, какого рода знанием владеет человек. Какой смысл знаний вещей, которые бесполезны? они не готовят нас к неожиданной встрече с неизвестным. Ничто не дается даром в этом мире. Приобретение знания труднейшее из всех задач, с какими человек может столкнуться. Человек идет к знанию так же, как он идет на войну. Полностью пробужденный, полный страха, благоговения и безусловной решимости. Любое отступление от этого правила роковая ошибка, и тот, кто ее совершит, непременно горько пожалеет об этом. Только полностью пробужденный, полный страха, благоговения и решимости, застрахован от ошибок, за которые придется платить. Слишком сильное сосредоточение на себе порождает ужасную усталость. Эта усталость мешает человеку искать и видеть чудеса, которые во множестве находятся вокруг него. Страхи перед знанием дело обычное. Мы все им подвержены. Однако, каким бы устрашающим ни было учения, еще страшнее представить себе человека, у которого нет знания. Сердиться на людей значит считать их поступки чем-то важным. Поступки людей не могут быть настолько важными, чтобы отвести на задний план главную задачу встречу с бесконечностью. Любой путь лишь один из миллиона возможных путей. Поэтому ты должен помнить, что путь это всего лишь только путь. Ничто не помешает тебе оставить путь, если сделать это велит тебе твое сердце. твое решение должно быть свободно от страха и частолюбия. На любой путь нужно смотреть прямо и без колебаний. Все пути одинаковы, они ведут в никуда. Есть ли у этого пути сердце? Если есть, то это хороший путь, и если нет, то от него нет никакого толку. Оба пути ведут в никуда, но у одного есть сердце, а у другого нет. Один путь делает путешествие по нему радостным, другой путь заставляет проклинать свою жизнь. Один путь дает тебе силы, другой уничтожает. Для нас, людей, существует лишь один единственный мир. Мы люди, и мы должны безропотно следовать миру людей. У человека есть четыре врага. Это страх, ясность, сила и старость. Страх, ясность и сила могут быть побеждены, но не старость. Старость самый жесткий враг, которого нельзя победить. Можно лишь оттянуть свое поражение. дает заплатить. Продолжение следует...